3 декабря Счастливые в святости Избраны по предвидению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. 1 Петра 1 глава 1 и 2 текст Молодая христианка Руф Пакстон жила на восточном побережье Соединенных Штатов в начале 20-го столетия и радовалась евангельскому служению в университетских городках. Когда ей исполнилось 35 лет, Господь призвал ее совершать служение в Китае, где она организовала миссионерские школы для девочек и школы для миссионеров различных динаминаций с целью более глубокой их подготовки к служению. Многим христианам Руф Пакстон знакома по ее книге «Реки воды живой», в которой она говорит об удивительном опыте освящения Духом, которое может пережить каждое Дитя Божье. Понимая, что освящение Духом означает святость жизни, Руф часто просили поделиться ее мнением по этому вопросу. «Каждый христианин призван к святой жизни», — отвечает она. «Но многие христиане не хотят быть святыми. Они желают быть духовными, но боятся быть святыми. Причиной тому является неправильное понимание святости, которое навязывается лжеучителями. Святость — не безгрешное совершенство, не отсутствие греховной природы, не безупречность. Она не представляет собой состояние, при котором нет возможности согрешить и при котором человек становится отделенным даже от присутствия греха. Библейская святость — это непорочность в глазах Бога. Мы должны быть сохранены без порока до момента Его пришествия и поставлены непорочными при Его пришествии. Христос — наше освящение и наша святость. Он воцарился на престоле сердца как жизнь нашей жизни. Святой Христос живет, говорит, ходит в нас». Неудивительно, что сатана старается увести христиан от понимания того, что означает иметь полноту Святого Духа в жизни. Значимость жизни Иисуса становится ясной для нас благодаря освящению Духом. Дух дает нам силу, и в нем Бог относится к нам, как к несогрешившим. Какая святость! Отец Небесный, благодарю Тебя за Твою совершенную святость, которой Ты наделяешь меня. Пожалуйста, сделай победу реальной для меня. Помоги мне всегда помнить, что я спасен благодаря не моей победе, но благодаря жертве Иисуса. Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на Тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод моноимский? О, как прекрасны! Ноги Твои в сандалиях, череменитые! Округление бедр Твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот Твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево Твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца Твои, как два козленка, двойни серны. Шея Твоя, как столб из слоновой кости. Глаза Твои — озерки и сивонские, что у ворот Батрабима. Нос Твой — башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова Твоя на Тебе, как кормил, и волосы на голове Твоей, как пурпур. Царь увлечен Твоими кудрями. Как Ты прекрасна, как Ты привлекательна, возлюбленная Твоей миловидностью. Этот стан Твой похож на пальму, и груди Твои — на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди Твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей Твоих, как от яблоков. Уста Твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услождают уста утомленных. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем, виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои Тебе. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для Тебя, мой возлюбленный. Приветствую вас, друзья. Очень приятно, что вы сегодня с нами. Наша тема посвящена книге «Деяния апостола» в 17 главе, и я рада представить вам пастора Александра Болотникова и пастора Джеффа Скогинса. Кстати говоря, Джефф Скогинс является автором уроков в этом квартале и, в частности, сегодняшнего урока, и поэтому я хочу попросить доктора Скогинса поделиться с нами кратким изложением 17 главы «Деяний». Благодарю, Саванна. Если вкратце, то 17 глава «Деяния апостолов» повествует нам о том, как Павел был в Фессалонике, где у него возникли проблемы с иудеями. После этого он поехал в Верию, здесь люди были намного более открытыми, и все что. Хорошо, пока иудеи, узнавшие о его успехе, не пришли за ним из Фессалоники и встроили ему неприятность, настолько серьезные, что ему даже пришлось спасаться Бексу. Он оставил своих сотрудников в Верии и повелел им прийти позже, чтобы они могли закончить работу с вирийцами. Сам же он остался в Афинах и стал осматривать город и изучать культуру людей и даже пытался наладить с ними контакт на рынке. Интересно, что в конце концов Павел расположил их к себе, и люди стали задавать ему вопросы и пригласили его на место, называемое «Ариапага». Об «Ариапаге» мы еще поговорим, но вкратце это место, где собираются все великие мыслители, и поэтому Павел произносит там речь, которую мы обсудим немного позже. Ну и после выступления оратора слушатели решают, принимать это учение или нет. В двух словах это 17 глава книги Деяний. Довольно интересно, это был первый опыт Павла в Ариапаге, и это был его первый опыт проповеди за пределами синагоги. Павел был в своей второй миссионерской поездке, и вот что интересно здесь, хотя и в Малой Азии, и в Ипонии он уже сталкивался с язычниками, но здесь он столкнулся не с язычниками, а с философами. А эти люди находились на совершенно другом уровне интеллекта. Если перед этим в Фессалонике, как сказано в 17 главе Деяний, он сначала идет в синагогу, где были некоторые уверовавшие евреи, но там были также и набожные греки, в основном те, кто только осваивали иудаизм. Синагоги вообще были такими хабами, такими центрами, куда многие эллины приходили искать что-то, что отличается от эллинистической философии. Знаете, несколько лет назад я был в Вирии, кстати, вы были там в синагоге? Нет, в Вирии я не был. Я был там, у них есть эта синагога, очень красивая, и интересно, знаете, что, вполне вероятно, что наиболее успешное восприятие Павла посетителями синагоги было именно в Вирии. Да, и все же его все равно выгнали из Вирии. Нет, это были иудеи, которые вернулись. Да, это были не верийцы, верийцы были хорошие. Это были посетители синагоги? Нет, это были иудеи, которые преследовали Павла, пытаясь доставить ему разные неприятности. Это довольно интересно. Несколько лет назад у меня была дискуссия с Джоном Паулино по этому поводу, когда мы говорили о ранних христианах. И он сделал заявление, что иудеи в ранние времена преследовали христиан. Я сказал Джону, что это не так. Сегодня на английском языке иудеи и евреи это одно и то же. Но те христиане, которые преследовали иудеи, были также иудеями. Да, они преследовали их, потому что они были предателями веры, но не потому, что те были другими. Да, вот что мне действительно понравилось, когда я работал над этим уроком, так это то, какой подход избрал Павел. Как вы уже сказали раньше, это было в первый раз, когда он по-настоящему общался с язычниками-интеллектуалами, на их интеллектуальном уровне. Из некоторых слов Эллен Уайт мы понимаем, что когда он позже попал в Ариапак, он перед этим пошел на рынок, понимаете? Он мог бы посидеть дома в своей комнате, поизучать писание в поисках всех аргументов, которые надо было опровергнуть и тому подобное, но это не то, что он делает. Он идет на рынок. Он начинает разговаривать с людьми, он гуляет по городу, он смотрит на их богов, он изучает их литературу, понимаете? Павел читает их поэтов, он изучает их философию, и все эти вещи он делает ради того, чтобы понять этих людей, с которыми ему предстоит работать. И он узнал о них благодаря прямому контакту с ними. И это просто огромный контраст с тем, как мы часто работаем сегодня. Когда мы выходим из наших церквей и собираемся проводить евангельские собрания, или что бы там ни было, у нас есть все эти наши слайды, но задумываемся ли мы о том, что за люди к нам придут, о чем они думают, каково их мировоззрение, во что они верят и все такое прочее. Мы часто просто даже не думаем об этом. Вот Павел, он не совершал такой ошибки. Это как путешествие в наши дни. Есть много людей, которые любят отправиться в автобусные туры и посмотреть на все эти ловушки для туристов, но я не люблю путешествовать так. Я хочу попробовать местную кухню, я хочу побывать на местных рынках, я хочу посмотреть места, куда любят ходить люди, места, которые туристы не посещают. Только так вы по-настоящему почувствуете людей и колорит их культуры. Когда я читал этот отрывок, что меня действительно поразило, так это то, что Павел наслаждался всем этим. Он интересовался рынком, я имею в виду, что, может быть, я просто представляю его чувства, но я чувствую, что если ты собираешься интегрироваться в культуру, в общество, тебе надо отбросить предрассудки и любить людей, а не осуждать их. И я действительно так чувствую, что это то, что делал Павел. Это интересно, но в 16 стихе, когда мы говорим об Афинах, мы видим, что Павел сначала идет в синагогу, а потом выходит на улицу. Написано, что Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Павел не испытывал комфорт, гуляя по этому городу. И я точно знаю почему. Дело в том, что у евреев были уже истории с этими статуями и идолами. Во-первых, когда мы говорим о греческих статуях, мы говорим о большом количестве обнаженных фигур. Это правда, это правда. Я имею в виду, что греки были мастерами воспроизводить части тела, и их статуи очень сильно отличались от тех, что археологи находят сегодня в Ханаане. Идолы в Ханаане археологи находят очень уродливыми. Но у греков есть это мастерство, чтобы сделать их действительно привлекательными и соблазнительными. И поэтому дух Павла был определенно спровоцирован. Другая вещь, о которой Джефф упомянул, это когда он отправился на Рын. И я размышляю здесь с точки знаний из раввинистической литературы. Дело в том, что основываясь на раввинской литературе, между евреями и эллинистами, особенно в Мидраше, который представляет собой сборник раввинистских проповедей, есть такого рода истории. Это выдуманные истории. Они всегда начинаются с дискуссии между раввином и цезарем. Но, конечно, речь идет не о римском императоре, под цезарем они представляли греческую философскую концепцию. И раввины противопоставляли ее учениям раввинов. В этих историях они как бы устраивают искусственную дискуссию. Но Павел же был раввином. Он знал об этих дебатах, и мне нравится то, что вы заметили, что он пытался избежать этих дебатов. В действительности, идя на рынок, он пытался выяснить, а есть ли здесь люди, которые ищут чего-то другого, и которые не увлекаются такого рода философией. Либо это так, либо, возможно, он готовил себя. Кто знает, я не знаю, потому что, как только он начинает разговаривать с людьми немедленно, его речь создает прецедент. И некоторые из них говорят, что это за болтовня, что за разговоры. Он представляет нам новых богов. Другие говорят, о, давайте пригласим его в Ариапах. О, да, а может быть, это способ, которым он провоцирует, чтобы его пригласили туда? Кто знает, кто знает. И это довольно интересно, потому что, может, он пытается на самом деле ввязаться в драку. Я не знаю. Или же он избегает драки. Но потом, когда мы видим, что он делает там, в Ариапахе, мы видим, что он все-таки избегает этого до конца, до того момента, когда он уже сдается, типа, что будет, то будет. Можем ли мы поговорить немного о том, что на самом деле представляет собой Ариапах? Что это такое? Это камень. Это большой камень. Окей, хорошо. Почему он был так важен в греческой культуре? Я имею в виду, для чего он был в Афинах и почему. Это было их место встречи. Это место находилось за пределами, собственно, Афин. Вы можете увидеть это в книге. Это был просто такой большой каменный, как театр, что ли, где люди могли бы сидеть и разговаривать. И интересно, что Лука говорит здесь, когда он представляет Ариапах, он говорит, что все афиняне и иностранцы, которые жили там, проводили там свою жизнь. Проводили свое время там, ничего не делая, лишь обсуждая и слушая какие-то новые идеи. И это то, что они делали в Ариапахе. Мужчины собирались вместе и обсуждали что-то. И интересно, что с начала, когда я читал это, я долгое время думал, что Лука как бы критикует их. Что они такие ленивые, ничего не делают, не выполняют никакой работы. Но я думаю, что я изменил свое мнение по этому поводу. Сейчас я думаю, что, возможно, Лука на самом деле говорил, что эти философы были опытными участниками дебата. Они знали свое дело, потому что они были мастера своего дела. Это те, кто породил Сократа, Платона и Аристотеля. Это люди, которые даже сегодня почти так же знамениты, как Иисус. И поэтому Павел собирается оказаться в такой ситуации, чтобы поговорить с этими людьми. И у меня есть такое чувство, кстати, Елена Уайт тоже говорит об этом, и у меня есть цитата, которую мы можем прочитать, если хотите, что он был чрезмерно заинтересован этими людьми из-за благоговения перед тем фактом, что его пригласили в такое почетное место. Вы имеете в виду, что это было бы ошеломляюще. Это такая огромная честь, особенно когда думаешь о других людях, которые были там и которых все еще цитируй сегодня. Да, когда мы говорим об этом, мы должны понимать, что Греция — это родина философии, а философия в те времена была всем. Математика была философией, физика была философией. Когда в Иудейской Галилее было несколько римских городов, например, таких как Кесария, в них были школы. И чтобы стать сборщиком налогов, у вашего отца должно быть достаточно денег, чтобы отправить вас учиться в греческую философскую школу. Если вы учитесь там, если вы хороши в математике, то это именно то место, где вы могли научиться хорошо считать деньги. И это была причина, по которой фарисеи ненавидели сборщиков налогов. Эта система образования отличалась от равицкой. С другой стороны, если говорить об Ариапаге, я думаю о том, как эти мысли и идеи, которые были рождены на этих местах встреч, продолжали развивать нашу мировую историю. Я думаю о халифате, например. Если сегодня я скажу в Америке халифат, я напугаю всех этим словом. Но в древние времена халифата, по крайней мере, 8 веков назад, во времена правления аббасидов, невероятное образование, халифы Багдада из династии аббасидов построили огромное сооружение, похожее на стадион. Но на самом деле они построили город Багдад, и халифы Багдада позиционировали его как научный центр. Они могли пригласить еврейского ученого, мусульманского ученого и христианского ученого для публичных дебатов о науке. И я читал эту раввинскую литературу из Талмуда. О, быть приглашенным на подобные дебаты, это очень почетно. Нет, это все же постталмудическая литература. Но все равно это было большое дело, если кто-то из евреев удостаивался чести быть приглашенным туда. Его называли Гаон, что значит гений. Послушайте, что об этом сказал Эллен Уайт. Это было взято из рукописи 114, в которой говорилось, что у Павла было обыкновение в своих проповедях придерживаться ораторского стиля. Он был человеком, способным выступать перед царями, перед великими учеными Афин. Интеллектуальные способности Павла были очень ценны, приготовляя путь для Евангелия, которое он пытался проповедовать в Афинах. Он противопоставлял ложную философию истинной мудрости. Красноречие красноречию, логику логики. Но ему не удалось добиться такого успеха, на который он надеялся. Это говорит нам о том, что последующие взгляды Павла привели его к пониманию того, что он нуждался в нечто большем, в нечто, превышающем человеческую мудрость. Бог научил его, что к нему должно прийти нечто, превосходящее мудрость века сего. И он должен был получить свою силу от наивысшего источника. Это удивительно. И поэтому, когда он после этого идет в Коринф, он говорит, все, с этим покончен. Да, на самом деле я рад, что вы подводите к этому. Потому что когда вы начинали читать эту цитату из Эллен Вайт, я вспомнил первую главу первого послания Коринфинам и то, что Павел сказал в 18 стихе. Ибо слово о кресте для погибающих юродства есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. И затем он переходит к 20 стиху. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Да, когда Павел приехал в Афину, у него есть эта идея, и, возможно, он надеется, что его пригласят в Ариапад. Но даже несмотря на то, что он был приглашен, это могло прозвучать для него так необычно, что могло бы нашить ему благоговейный страх. Но он надеялся, что все, что он получил при обучении, а он ведь был одарен в этом, все, что он получил во время обучения, он ведь учился у Гамалиила, и поэтому у него были все эти верительные грамоты. В общем, у него было все, что ему было нужно для этих премий. И поэтому он ожидал, что Бог сможет работать через него, используя все, чем Бог его одарил. И все же происходит что-то не то. Действительности оказывается, что Святой Дух действительно действовал через него, но не так, как он ожидал. Интересно, когда вы говорили об образовании Павла, я вспомнил одного моего друга, хирурга-уролога на пенсии, который преподавал в школе. Он сказал мне, как его диплом остеопата был не очень хорошо принят в те дни, когда аллопатическая медицина правила над этой областью. В те времена ученый в области медицины был намного выше, чем практикующий специалист. Образование, которое Павел получил от Гамалиила в то время, было чем-то вроде практикующего врача, а настоящим ученым во всей Римской империи считался доктор-теоретик. Павел был знаком с эллинистическим миром, потому что он родился не в Иудее, и он не был теоретиком, он не учился в эллинистической школе. И в конечном счете, что мне нравится в этом отрывке из первого послания к Коринфянам, то, что Павел противопоставляет две мудрости друг другу. Древнееврейское слово «хохма» из книги притчей для Павла исходит из Торы, из Божественного Откровения. А София — это греческая мудрость. Она возникает по другой причине. Другими словами, он мог сделать вывод через то, что он испытал, каково это — быть рядом с такого рода греческой мудростью. Я имею в виду его опыт в Ариапаге. Кстати говоря, это то, что я хотел подметить. Павел ожидал, что Святой Дух будет использовать его таланты, но Святой Дух использовал здесь что-то другое. Что же это было? Это был его контакт с людьми и образование, которое он получил на улицах Афин. То, что Святой Дух смог использовать его в конечном счете, это главное, на что я хотел обратить внимание в этом уроке. Практическая сторона этого урока заключается в том, что нам надо найти время для взаимодействия с людьми, которым мы хотим нести весть. Это метод работы Христа, верно? Проводить с ними время, завоевывать их доверие, работать с ними, проявлять сочувствие до тех пор, пока мы не завоюем их доверие. Вот только тогда мы сможем рассказать им о Христе. Если мы думаем, что наше образование в семинарии или что бы там ни было, будет ключом к успеху, мы можем ошибаться. И не обязательно Святой Дух будет использовать это. Но когда мы действительно добираемся до людей, понимаем их, работаем с ними, это то, что Святой Дух может затем использовать. Павел никогда больше не использовал эту стратегию. Но несмотря на то, что он не добился ожидаемых результатов, ему удалось, или Богу удалось, создать небольшую группу в Афинах. Это был успех, которого, возможно, он не достиг бы, используя другие методы. В этой главе говорится, что Павел был приглашен прийти в Ариапак, потому что людям было интересно то, что он говорил. Они познакомились с ним, и они такие, «О, это вроде круто». Да, именно так. Я не знаю, просто действительно интересно, что его пригласили из-за его опыта общения с людьми, потому что он был любопытный. Я думаю, что иногда мы забываем проявлять интерес к людям, с которыми мы общаемся, и к окружающей среде, в которой мы находимся. И мне нравится, что это делает нас гуманными. Да, иногда мы воспринимаем Павла и других учеников как неприкасаемых, но это не так. Мы видим его склонность к ошибкам, и что это применимо и к нам сегодня, и что это действительно круто. Это интересно, когда ты говорила об этом, Саванна. Я начинаю думать о том, что один из людей, описанных в книге «Великая борьба», которого звали Джозеф Уольф, был еврей и принял Иисуса в Германии в девятнадцатом веке. Церковь в Германии в то время была не очень дружелюбна еврейскому народу, и он переехал в Англию и получил там образование. В то время было очень много миссионеров, и он решил отправиться на Ближний Восток. Он путешествовал, и очень похоже, что через путешествия, это, кстати, то, как появились первые миссии, по крайней мере, в истории британского миссионерского движения, которое началось в девятнадцатом веке. Так вот, эти путешественники работали как исследователи мира, поэтому Павел использовал тот же способ, которым он начал исследовать греческий мир, который был за пределами книг. Я почти уверен, что в Коле Гамалеила их учили, как разговаривать с греками. Он слышал, как спорили раввины с философами, и вот мудрый раввин ответил «то-то и то-то». Но Павел пошел дальше. Он решил сам во всем разбираться не так, как его учила еврейская традиция, а он захотел увидеть все своими глазами, потому что ему определенно нужно было не просто бороться за идею защиты иудаизма, но он хотел привлечь этот народ Иисусу. И это отражено в том, как он на самом деле выступал в «Ариапаге». Я думаю, было бы целесообразно потратить некоторое время на то, чтобы немного проанализировать это. Прежде всего, я не думаю, что Лука написал все, что знал. Я сомневаюсь, что поднявшись в «Ариапаг», Павел сказал эти несколько слов и все. Сказанного было гораздо больше. Так что Лука резюмирует основные моменты того, о чем говорил Павел. Начало своей речи Павел посвящает тому, чтобы сделать комплименты афинянам. Он не вывешивает рекламный щит с надписью «Вы все отправитесь в ад, потому что вы...» Правильно. Он приходит и говорит «Я вижу, что вы очень религиозны». И намекает на то, что он восхищается этим. И это точно то, через что Святой Дух способен влиять на людей. Возможно, это была ошибка, но, по крайней мере, он расположил их к себе. Он делает им эти комплименты, затем он тратит некоторое время, показывая, что ценит их культуру, их поэтов, он знаком с ними, он уважает то, чему научился у них. И затем он рассказывает им об одной вещи, которую он обнаружил, изучая их религию. Но они даже не понимали, что он нашел этот крючок. И он говорит «Я наткнулся на эту статую, неизвестную для вас Бога. И я знаю причину, почему вы не знаете его, потому что вы сами сказали, что вы не знаете его». Я здесь, чтобы сказать вам, что я знаю то это. И они такие «Вау!». Вне зависимости от того, собираются они принять это или нет. Это интересно. Сопротивляются ли они в данный момент тому, что говорит Павел? Нет. Они говорят «Расскажи нам больше». Таким образом, он втягивает их в это. Что же он делает дальше? Говорит ли он «Вы знаете, этот Бог собирается уничтожить всех, кто не хочет?» Нет. Он представляет им Бога как Бога любви в первую очередь. Это первое, что он делает, чтобы они прислушались к Нему. Он делится с ними этим аспектом Бога, в котором, как он знал, они отчаянно нуждались. Да, они привыкли к Богам, которые привередливы, нелепы, жестоки, которым нельзя доверять, они мстительны и все такое. Греческие боги возлагали на людей бремена, чтобы люди их кормили и вообще делали для них все, в чем они как бы нуждаются. И вот тут Бог, который говорит «Я ничего от тебя не жду, я здесь, чтобы служить тебе. Я здесь, чтобы поддержать тебя». Поэтому этот неизвестный им Бог становится для них чем-то новым, и, возможно, они думают, что это тот Бог, о котором мне было бы интересно узнать. Да-да, все-таки в самом начале Павел действительно вкладывает в их уши что-то вроде отправной точки. Он говорит о Боге, створившем мир и все, что в нем. В греческой-то философии все верят, что мир возник из хаоса, а не от какого-то Бога, которого Павел им так хорошо представляет. Таким образом, он как бы говорит «Добро пожаловать в теорию эволюции, в ее оригинальной версии». Правда, да, и похоже, что он не думал, что теряет их из-за того, что в конце появляются люди, которые хотят услышать об этом больше. И вот тут Павел опускает молоток, и в конце своей речи он делает вывод и предупреждает их, что этот Бог — судья. И приближается время суда, когда мы все ответим за то, как мы прозвали свою жизнь. Он говорит, что Бог, Бог не упускает из вида ничего из того, что мы делали, и это время наступает. И после он говорит, что все это доказуемо воскресением человека, Иисуса Христа. И, конечно, в этот момент вы можете услышать какое-то смущение, какое-то неудобное движение в Ариапаге, потому что это странно. Никто не воскресает из мертвых, это абсолютно нелепо. Вся концепция воскресения абсолютно отвратительна и неприемлема для философии, основанной на здравом смысле. Верно, и что мне действительно нравится в этой истории, так это то, что Павел избегал идти туда, пока он не сказал все, что ему действительно нужно было сказать. И сейчас наступал трудный момент. Бум. Теперь у них есть выбор. Если они отвергают, по крайней мере, они знают, что они отвергают. Что-то типа, я больше ничего не хочу слышать об этом Боге, который создал все, который меня любит, который служит мне, а не я служу его. Или, я хочу услышать больше. Или, это доказательство. Мне не нравится идея о том, что кто-то может воскреснуть из мертвых. Я не верю в это, но я все равно выслушаю вас. Да, когда вы говорили о том, что воскрешение из мертвых — это нечто отвратительное, я задавалась вопросом, а разве в греческой мифологии нет понимания Бога мертвых и места, куда отправляются души усопших, и концепцию реинкарнации и тому подобное, как все-таки их неверие вписывается в эту концепцию. Ну, а это есть известный миф об Орфее. Орфея оплакивает смерть своей возлюбленной. Как там ее зовут? Эвредика? Неважно. Это был кто-то святой? Нет, это был простой человек. Известный певец. И он осмеливается отправиться в ад, чтобы вернуть ее. Да, чтобы вернуть ее. Да, вернуть ее. И, конечно, нет никакого пути сделать это, и вся эта мифология хочет доказать тебе, что ты никого не можешь вырвать из рук ада, смерти. Да, они действительно верили в то, что душа отделена от тела, но это было не на земле. Они остались бы там, где они есть, в своем царстве мертвых. Ага, так что в греческой мифологии абсолютно невозможен способ, который позволил бы кому-то воскреснуть из мертвых, верно? Да. Интересно. Да, и вот на этом этапе истории они встают и говорят, «Батя, мы не можем это больше слушать». Некоторые говорят, «Этот парень чокнутый». А другие говорят, «Нет, пусть он продолжает». И что меня здесь завораживает из книги «Деяния апостолов», что Эллен Уэб говорит, что здесь спрятано сокровище для церкви. В этой истории. И вот я подумал про себя, что это за такое сокровище для церкви? Чему мы должны здесь научиться? Я думаю, что это стоит прочитать. Слова апостола о Христе и описание того, как отнеслись к ним, окружавшие его. Они оставлены нам с помощью вдохновения и будут переданы всем грядущим поколениям. Они свидетельствуют о его непоколебимой уверенности, о его мужестве, одиночестве, невзгодах и победе. Которую он одержал для христианства в самом сердце язычества. Это была победа, и слова Павла содержат сокровища для церкви. Он был в таком положении, когда легко бы мог сказать то, что могло вызвать раздражение его гордых слушателей, и поставило бы его самого в запротивительное положение. Если бы его речь была направлена против их богов, в глазах великих людей этого города, его могла бы постигнуть участь Сократа. Заключение и казнь. Но с помощью подсказки, рожденной божественной любовью, он осторожно отвлек их умы от вереска их божеств, открыв им истинного бога, который был им неизвестен. Не говорит ли этот факт о том, что сокровище знания для церкви есть воздержание от попытки раздражать своих слушателей? Не потрясающе ли это? Это потрясающе, к тому же это так практично, верно? Мы можем делать это сегодня. И мы должны делать это сегодня, потому что очень многое в современном христианстве стало воинственным. До такой степени, что сегодня существуют другие нехристианские группы, которые сейчас считаются более любящими и восприимчивыми, чем христиане. Это дьявольская подделка любви. Это душераздирающее. О, да, это душераздирающее. Так что же нам делать? Это душераздирающее. Так что мы делаем? Очень интересно отметить, что название урока «Достигнуть недосягаемый». И вы, Джефф, выбрали историю Ариапака как библейский пример недосягаемых среди простых людей, потому что все дни евреи были досягаемы для вести, а греки-эллинисты не были досягаемы. И на самом деле даже язычники были немного досягаемы в те времена. Но эти эллинисты были недосягаемы. А сегодня все наоборот. Мы довольно далеко продвинулись в распространении христианства, но есть и другие религии, евреи, мусульмане, индуисты, буддисты, которые сегодня недосягаемы. И в глубине души это моя большая и глобальная миссия. И я не должен говорить, что я устал достигать христиан. Нет, мы пытаемся достучаться до всех. Но я устал от того, что мы игнорируем всех остальных, только потому, что мы не знаем, как это делать. И все же у нас есть несколько хороших примеров в Библии того, как это делать. И это идеальный пример. Ну и, конечно, Иисус — это еще один замечательный пример. Мы могли бы бесконечно говорить об Иисусе и его удивительном примере для нас, но, взяв сегодняшние стихи из Библии, говоря о сокровище, которое мы можем извлечь, как практически применить его сегодня, как мы можем быть подобны Павлу в нашем сегодняшнем служении. Мой вывод из этой истории заключается в том, что невозможно избежать личного участия в жизни людей. Нам нравится идея заниматься всем массово. Евангелизмом, служить там и здесь. Мы можем делать это на расстоянии, мы можем пойти проповедовать, мы можем пойти домой и поспать. Но, когда вы вовлекаетесь в отношения с людьми, жизнь становится беспорядочной, становится неудобной, ты начинаешь чувствовать боль, когда другие люди причиняют боль. Ты знаешь, все эти вещи, они тебе мешают жить. И в нашей жизни, каким бы эгоистичным мы ни были по своей природе, давайте прямо, мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое и продолжали делать все, что я хочу делать. И это не тот способ, которым мы призваны выполнять служение, если мы собираемся завершить эту работу, которую Бог поручил нам выполнять. Мы абсолютно обязаны участвовать в жизни окружающих нас людей и принимать все, что с этим связано, с Божьей помощью. И ради Христа делать все, что в наших силах, чтобы не отталкивать тех, кто слушает нас, еще до того, как у них появится шанс узнать, кто такой Бог. мне нравится это. Это интересно, что когда я смотрю на сегодняшнюю историю Ариапага, я имею в виду сегодняшнее приложение к истории Ариапага, я думаю, какая группа людей сегодня похожа на этих эпикурейских философов и стоических философов. с чем это можно сравнить сегодня для нас, кто проповедует, кто взаимодействует с недосягаемыми. Мы можем столкнуться с теми, кто раньше были греками и эллинистами, но сегодня они христиане. И я думаю о таких людях, как буддисты, индуисты, мусульмане. Верно, да, они монотеисты, по крайней мере, они верят в Бога. Да, смотрите, евреи, мусульмане, христиане, это все еще авраамическая религия. Да, верно, верно. Потому что ты можешь сослаться на откровение, и они знают, что это такое. Да, они знают, что это такое. Они знают, что такое грех, и они знают о спасении, и они знают эти вещи. Да, вы правы. Когда я впервые столкнулся с буддистским миром, я обнаружил, что я нахожусь на другой планете. Верно, это правда. И когда ты приходишь к буддисту и говоришь о грехе, они понятия не имеют, о чем ты говоришь. О сотворении, о судье. Если ты идешь к буддисту и говоришь о небе, они говорят, какой из них? Ух семь. Так что есть все эти вещи, и если мы не знаем людей, мы можем продолжать что-то делать. Мы можем проводить наши евангельские собрания, и все просто это пройдет совершенно мимо их понимания. Они понятия не будут иметь, о чем мы говорим. Вы знаете, я всегда уделяю особое внимание в своем служении евреям. Впервые, много лет назад, я встретил человека, который был индуистом. И мы начали разговаривать. Он расспрашивал меня о христианстве, и он задавал вопросы, и я обнаружил, что этот парень, я даже не знал, как точно построить мост. Я говорил, туда, сюда, туда, сюда. Я не знал, как объяснить, как построить мост. Пока я говорил, я молился, чтобы Бог, наконец, дал мне этот способ объяснить ему. Я сказал, Бог, которого я верю, Он учит нас, что если вы будете следовать Его заповедям, то получите благословение, а если вы не будете следовать Его путем, то получите проклятие. И тогда он понял. Это произвело на него такое сильное впечатление. Вы знаете, глобальная миссия Генеральной конференции выпускает информационные ресурсы специально для этих групп людей, которые учат нас, как достигать этих людей и как понимать, что происходит. Это очень ценные ресурсы. Да, я раньше не понимал этого. Вот же я поговорил с одним пастором из Индии и объяснил этот опыт. О, ты попал в яблочко, потому что они верят, что тебе предопределено быть таким, как надо. Но тогда я и понятия об этом не имел. Это правда. Ареопак на сегодняшний день это также и секуляризм. Секуляризм захватывает сегодня все как сумасшедшее, и мы даже не понимаем, что это мировоззрение совершенно отлично от христианского. Поэтому пока у нас нет друзей, которые являются частью этих обществ, с которыми мы знакомимся, спрашиваем, говорим и изучаем их так же, как и Павел это делал, то мы просто все испортим. Я обнаружил, приехав из России, что когда мы говорим о спецких атеистах в России, мы всегда думаем о марсистской философии. Да, это разные вещи. Но в Америке, особенно когда мы жили на северо-западе, я обнаружил истинное лицо секуляризма, я обнаружил, что этот секуляризм вдохновлен и подпитывается восточными буддийскими идеями. Это определенно то, что они понимают. По сути, это все один и тот же тип большого ариопага. Да, и в заключении этой темы мы просто должны понять, что нам надо собираться вместе, подружиться, развивать отношения, личные отношения, постоянные отношения, долгосрочные отношения с этими группами людей. Иногда мы думаем, о, я не хочу быть испорченным ими, лучше держаться от них подальше, но так мы не сделаем то, что должны. Если нас там не будет, то мы не станем их друзьями и не сможем развивать с ними отношения. И не будем любопытными. И не будем любопытными. Да, я думаю, что этот урок просто такой практический урок для меня, и я думаю, что сегодня у нас была такая прекрасная возможность вместе обсудить этот вопрос. Что ж, я хочу поблагодарить каждого из наших слушателей за то, что вы присоединились к нам сегодня. Я хочу поблагодарить вас, друзья, за то, что вы были с нами. И я хотел бы спросить вас, что мы можем сделать, чтобы узнать об окружающих нас людях. Зайдите на рынок, проявите любопытство, подружитесь с кем-то, кто не похож на вас. Познакомьтесь с ними поближе. Вы можете быть удивлены тем, что вы узнали, узнали не только о них, но и о себе. Глава 59. Святилище. Мне было показано, как горько разочаровались дети Божьи, когда они увидели Иисуса в назначенный срок. Они не знали, почему их спаситель не пришел, хотя все говорило о том, что пророческое время истекло. Ангел говорил, неужели Слово Божье ошиблось? Неужели Бог не выполнил своих обещаний? Нет, Он выполнил все, что обещал. Иисус поднялся и затворил дверь в Святое Небесного Святилища, и отворил дверь во Святое Святых, и вошел туда, чтобы очистить святилище. Все терпеливо ожидающие уразумеют эту тайну. Ошибся человек. Со стороны же Бога не было никакой ошибки. Совершилось все, что Он обещал. Однако люди ошибочно посчитали землю тем святилищем, которое должно очиститься в конце пророческих периодов. Не сбылись человеческие надежды, а вовсе не обетование Божье. Иисус поручил Своим ангелам направить мысли разочарованных на Святое Святых, куда Он вошел, чтобы очистить святилище и совершить особое искупление Израиля. Иисус сказал ангелам, что все, кто нашел Его, поймут суть служения, которое Он должен исполнить. Я видела, что во время Своего пребывания во Святом Святых Иисус заключит брак с Новым Иерусалимом. И после того, как Его служение во Святом Святых завершится, Он сойдет на землю в царственном величии и возьмет к себе своих драгоценных чад, терпеливо ожидавших Его возвращения. Мне было показано также, что произошло на небе по окончании пророческих периодов в 1844 году. Когда Иисус закончил свое служение во Святом и затворил дверь в это отделение святилища, густая тьма объяла всех, кто слышал, но отверг весть о Его пришествии. И эти люди потеряли Его из виду. Затем Иисус облегся в драгоценные одежды. По подолу Его верхние ризы кругом были вышиты позвонок и яблоко, позвонок и яблоко. С плеч его спускался наперстник искусной работы. Когда он двигался, этот наперстник сверкал подобно множеству бриллиантов, высвечивая буквы, похожие на выгравированные на наперстнике имена. Голову его венчало нечто напоминавшее венец. Облегшись в первосвященнические одежды, он в окружении ангелов на пламенной колеснице проследовал за вторую завесу. Затем мне было велено обратить внимание на два отделения небесного святилища. Завеса или дверь открылась, и мне было позволено войти. В первом отделении я увидела светильник с семью лампадами, стол с хлебами предложениям, жертвенник курений и кадильницу. Вся обстановка в этом отделении была подобна самому чистому золоту и отражала образ того, кто вошел сюда. Завеса, отделявшая одно отделение от другого, была разноцветной, сшитой из разных тканей, с прекрасной каймой, на которой золотом были вышиты изображения ангелов. Завеса была поднята, и я заглянула во второе отделение. Я увидела там ковчег, сделанный, как мне казалось, из чистейшего золота. Крышка его по краю была украшена изумительнейшим орнаментом в виде венцов. В ковчеге лежали каменные скрижали с десятью заповедями. Два прекрасных херувима по одному с каждой стороны ковчега простирали над ним свои крылья и касались ими друг друга над головой Иисуса, когда он стоял перед престолом благодати. Лица херувимов были обращены друг к другу, и они смотрели вниз на ковчег, символизируя собой все ангельское воинство с интересом, взирающие на закон Божий. Между херувимами стояла золотая кадильница, и когда молитвы святых, возносимые с верой, доходили до Иисуса, и он представлял их своему отцу, от кадильницы поднималось благоуханное облако фимиама, похожее на дым самых красивых тонов. Над местом, где стоял Иисус, перед ковчегом, сияла ослепительная слава, на которую я не могла смотреть. Слава представляла собой как бы престол Божий. Когда Фимиам возносился к Отцу, велелепная слава исходила от престола к Иисусу, а от Него изливалась на тех, чьи молитвы возносились как приятное благоухание. Свет обильно излился на Иисуса и затмил престол Благодати, и затем облако славы заполнило весь храм. Я не могла долго смотреть на это ослепительное сияние и славу, их невозможно описать словами. Я была потрясена и отвернулась от славы и величия этой картины. Мне также было показано земное святилище, состоявшее из двух отделений. Оно напоминало небесное, и мне было сказано, что это есть образ святилища небесного. Обстановка в первом отделении земного святилища ничем не отличалась от обстановки в первом отделении небесного святилища. Завеса была поднята, и я заглянула во святое святых и увидела, что и там все то же самое, что и во святом святых небесного святилища. Священник совершал служение в обоих отделениях земного святилища. Он ежедневно входил в первое отделение, но лишь раз в год во святое святых, чтобы очистить его от перенесенных туда грехов. Я видела, что Иисус совершал служение в обоих отделениях небесного святилища. Священники входили в земное святилище с кровью животного, жертвы за грех. Христос вошел в небесное святилище со своей кровью. Земных священников уносила смерть, поэтому они не могли продолжать свое служение долгое время. Но Иисус был священником вечным. Через жертвы и приношения, которые приносились в земное святилище, сынам Израилевым вменялись заслуги грядущего Спасителя. В своей премудрости Бог описал это служение во всех подробностях, чтобы, изучая его, мы смогли понять служение Иисуса в небесном святилище. Когда Иисус умирал на Голгофе, Он возгласил совершилось и завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Тем самым было показано, что служению в земном святилище навсегда положен конец и что Бог не будет больше встречаться со священниками в их земном храме и принимать их жертвы. В тот день была пролита кровь Иисуса, с которой Он сам должен был войти в небесное святилище. Как священник раз в год входил во святое святых, чтобы очистить земное святилище, так Иисус вошел во святое святых небесного святилища в 1844 году, то есть в конце 2300 дней, определенных пророчеством Даниила, чтобы совершить окончательное искупление всех, кто мог получить благословение от его посреднического служения и таким образом очистить святилище. Великая хартия вольностей была подписана чуть более 800 лет назад здесь, в Ранимиде. Документ, который будет иметь как гражданское, так и религиозное значение для Англии, а также для всего мира. Фоном для подписания Великой хартии вольностей было растущее напряжение между королем Англии и Папой Римским по поводу того, кто имел право назначать епископов Лондона и Кентербери. В то время король Англии, король Джон, вероятно, был одним из наших более слабых королей. Папа в то время, Папа Иннокентий Третий, был, вероятно, одним из самых сильных Пап, и в этой битве Папа в конце концов победил. Поскольку король не мог рассчитывать на поддержку баронов из-за конфликта с ними, он в конце концов сдался папскому легату в 1213 году, даже положив свою корону к ногам в знак покорности. Он также согласился платить тысячи марок в год, и если кто-либо из его преемников нарушит это соглашение, они потеряют всю власть в королевстве. Англия была унижена. Бароны были ошеломлены действием. Они никогда не будут рабами Папы Римского. На карту был поставлен вопрос о национальном суверенитете и обмене денег на духовные блага. Они боялись и справедливо, что это может быть одним из шагов в ходе событий, которые приведут Папу к тому, что он посадит на английский престол того, кого он хотел, превысив свои полномочия в национальных вопросах. Это были некоторые из главных причин, по которым Великая Хартия Вольностей была подписана 15 июня 1215 года. В первом пункте говорилось, англиканская церковь должна быть свободной и полностью соблюдать свои права и свободы. Этот вопрос будет обсуждаться в течение следующих 150 лет и деньги, которые должны быть выплачены Риму, со временем заканчивались и были эпизодическими. Это была одна из главных причин ранних разногласий Джона Уиклиффа с Римом. Еще одним ключевым аспектом Великой Хартии Вольностей была основа закона, которую она установила, что король и законодатели подчинялись тому же закону, который они сами написали. Этим обвиняемым было предоставлено право предстать перед судом присяжных из их сверстников. Эти среди многих других положений составляют основу закона и справедливости какими мы знаем их сегодня. Многие принципы Великой Хартии Вольностей легли в основу Конституции США и били о правах в Америке. На самом деле этот памятник здесь был оплачен ABA Американской Ассоциации Адвокатов. Сегодня осталось четыре оригинальных экземпляра Великой Хартии Вольностей. Один в замке Линкольна, один в соборе Святой Марии в Солсбери и два в Британской Библиотеке. Принципы Великой Хартии Вольностей, которые действуют сегодня, являются для нас свидетельством того, что мы должны дорожить нашими гражданскими свободами, что мы должны защищать наши гражданские свободы и что мы должны использовать время, которое у нас есть сейчас для распространения Евангелия, пока у нас есть возможность сделать это. Редактор субтитров В мире полном поделок и сложных душевных изломов, где легко доброту на сверкающий фейк обменять. Я скорблю оттого, что так много хороших, знакомых и так мало друзей настоящих способных понять. Я скорблю оттого, что так много хороших, знакомых и так мало друзей настоящих способных понять. В оглушающем шуме речей и пустых заявлений, там, где мечут слова, словно камни в прохожих прощой. Я скорблю, что так много желающих выкрикнуть мнение и так мало способных услышать кого-то еще. Я скорблю, что так много желающих выкрикнуть мнение и так мало способных услышать кого-то еще. В жизни полной страданий, где чата душа оступилась и не в силах подняться, не в силах от боли кричать. Я скорблю, что вокруг нет способных оказывать милость и великое множество тех, кто готов обличать. Я скорблю, что вокруг нет способных оказывать милость и великое множество тех, кто готов обличать. милость 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 в церкви полной людей и снывающих несовершенных тех, чьи раны бегут, тех, чьи жизнь от побоев кровит. Я скорблю от того, что так много великих свершений и так мало простой и понятной Христовой любви. Я скорблю от того, что так много великих свершений и так мало простой и понятной Христовой любви. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода Игорь Негода